Радиола экстракт жидкий, это лекарственный препарат растительного происхождения, обладающий выраженным тонизирующим и адаптогенным действием. Жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого с красноватым оттенком цвета, с характерным запахом. При хранении допускается появление осадка. Экстракт радиола получают из корней растения, с помощью экстрагента 40% этилового спирта. При приеме экстракта радиола отмечается повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам, включая изменение температур, кислородное голодание и стрессы. Препарат способствует снижению психического напряжения, повышает интеллектуальную и физическую работоспособность за счет нормализации энергетического обмена, а также стимулирует функцию центральной нервной системы. Экстракт радиола способствует скорейшей адаптации организма к смене часовых поясов и климата. Показания к применению эстракта радиола следующие. Остения, повышенная утомляемость, нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу, неврастенические состояния, реконвалиасценция, после инфекционных и тяжелых соматических заболеваний, умственное и физическое перенапряжение, к примеру, операторская деятельность, работа в экстремальных условиях. Острая респираторная вирусная инфекция, профилактика в период эпидемии. Способ применения. Экстракт радиолы жидкий предназначен для перорального применения. Непосредственно перед приемом необходимое количество препарата растворяют в небольшом количестве питьевой воды. Для достижения максимального эффекта, экстракт радиолы следует принимать за 10-15 минут до употребления пищи. Рекомендуется принимать экстракт радиолы жидкий в первой половине дня. Прием препарата во второй половине дня может привести к развитию бессонницы. Продолжительность курса. Применение дозы экстракта радиолы определяет врач. Взрослым и подросткам, как правило, назначают прием 5-10 капель жидкого экстракта радиолы дважды или трижды в сутки. Пациентам со стеническим и окинетогипотоническим синдромом, а также при применении экстракта радиолы в психиатрической практике, как правило, рекомендуется прием 10 капель препарата дважды или трижды в сутки. В зависимости от переносимости экстракта радиолы жидкого и сопутствующей терапии, рекомендуется постепенно увеличивать разовую дозу препарата до 30-40 капель. Продолжительность терапии определяется индивидуально. Побочные действия. При применении жидкого экстракта радиолы у пациентов возможно развитие повышенной возбудимости, бессонницы, лоббильности артериального давления, а также головной боли. В единичных случаях отмечалось развитие системных аллергических реакций при применении экстракта радиолы. При развитии побочных реакций рекомендуется обратиться к лечащему врачу. Противопоказания. Экстракт радиолы жидкий не назначают пациентам с известной повышенной чувствительностью к компонентам, входящим в состав препарата. Не рекомендуется применение препарата пациентам, страдающим выраженной артериальной гипертензией, а также пациентам с лихорадкой. В педиатрической практике жидкий экстракт радиолы применяют только для лечения детей старше 12 лет. Следует соблюдать осторожность при назначении экстракта радиолы пациентам с сахарным диабетом, а также заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В период беременности и грудного вскармливания применение жидкого экстракта не рекомендуется. Субтитры создавал DimaTorzok